Доброе утро, дорогие коллеги! Светлана Анатольевна, спасибо вам большое за приглашение принять участие в этой конференции, за возможность увидеть мой любимый город и тем более в такую хорошую солнечную погоду. Наверное, я буду говорить быстро, потому что мне очень много хочется рассказать. Итак, конечно, лечение больных с меланомой кожи и немеланомными опухолями кожи требует мультидисциплинарного подхода. Хирургическое исчечение считается основным методом лечения, но лекарственная терапия, лучевая терапия тоже играет важную роль в лечении этих больных. Здесь вот только малая толика вот этого механизма, в связи с которым лучевая терапия оказывает свое действие. Конечно, лучевая терапия изменилась за 126 лет с начала ее использования в лечении опухолей. Мы лечим больных на линейных ускорителях электронов, у которых диафрагма, вот если вы видите справа наверху, 140 ламелей двигаются в любую секунду времени, и мы создаем абсолютно различные формы и размеры полей облучения. Появились новые технологии, АМРТ, ВИМАТ, которые позволяют достичь еще большей точности в доставке дозы в мишень при сохранении нормальных тканей и снижении токсичности лечения. И, конечно, невозможно сегодня лечение без использования фиксирующих приспособлений. Это и пози-борды, и маски пластические, индивидуальные подколенники. И, как мы смеемся, вот это мечта радиотерапевта, когда больной вообще пошевелиться не может. То есть он и в вакуумном матрасе, и подколенники, и, как вы видите, абдоминальная фиксация, что особенно выгодно используется при облучении стереотоксической лучевой терапии при метастазах в печени. Итак, у больных с меланомой кожи лучевая терапия используется в лечении первичной опухоли, рецидивов болезни в комбинации с лекарственной терапией, как адювантная терапия, и при лечении метастатической болезни. При невозможности проведения хирургического этапа лечения либо первичной опухоли, или региональных лимфоузлов, если мы знаем априори, что хирурги не могут адекватно иссечь опухоль, если процесс исходно уже неоперабельный, если мы знаем, что хирургическое лечение принесет серьезные послеоперационные осложнения в связи с локализацией опухоли, при лечении увиальной меланомы для возможности сохранения зрения, при наличии медицинских противопоказаний к проведению операции. Здесь приходим на помощь мы, лучевые терапевты, и проводим лучевую терапию по радикальной программе. Оптимальный режим проведения лучевой терапии не установлен, и поэтому мы даем и в клинических рекомендациях наших вот такие совершенно разные схемы, которые наиболее часто используются, и каждый раз мы это подбираем в зависимости от конкретной клинической ситуации. Конечно, мы любим сейчас режимы гипофракционирования. Конечно, нам удобнее пролечить больного за 5 фракций через день, например, чем лечить этого же больного по 2 греи в течение 7 недель. Это удобно и нам, и больному, и мы быстрее отдаем больного для проведения иммунной или химиотерапии. Конечно, доказано, что высокая доза за фракцию и высокая мощность дозы способны вызвать более летальные повреждения и снизить возможную репарацию при сублетальных повреждениях. Сокращение времени лечения очень важно. Удобнее для больных, сказала. То же самое, сказала уже, при необходимости скорейшего начала системной терапии тоже очень важно. Но всегда мы должны учитывать, то есть, знаете, мы на весах взвешиваем контроль над опухолью и возможность серьезных лучевых повреждений. Какой объем ткани будет входить? Близость критических структур и полых органов, что важно к полям облучения. Какие конституциональные особенности больных? Например, тучным больным сложно проводить гипофракционирование, потому что будет точно максимум дозы значительной. И, конечно, высокие дозы мы можем подводить только с помощью точных методов визуализации и при жесткой мобилизации пациента. Радикальный курс обсудили. Показания к проведению лучевой терапии в послеоперационном периоде у больных в меланомой коже. Хирурги прооперировали пациента. Кому нужна лучевая терапия? В случае высокого риска развития рецидива после операции. Поэтому просьбы хирургов. У нас-то в центре мы всех больных обсуждаем на мультидисциплинарных консилиумах. И мы всегда четко оцениваем, есть или нет показания к лучевой терапии. Изъязвление кожи, наличие сателлитов, наличие ангиолимфатической инвазии, локализация опухоли в области головы и шеи при нерадикально выполненных операциях, при наличии резидуальной опухоли, при наличии опухолевых клеток в краях резекции и невозможности проведения ре-резекции или отказа пациента от ре-резекции. Поэтому, пожалуйста, вот в этих ситуациях отправляйте больных на консультацию к радиотерапевту. И тоже различные режимы могут быть. Очень удобен вот этот режим последний 30 грей за 5 фракций, то есть 6 грей два раза в неделю. Хороший результат дает и нам удобно, и больным удобно. Вот у нас закончил лечение больной. Хотела вам его показать. Этот клинический пример. Метастаза меланомы кожи из невыявленного первичного очага в мягкие ткани левой кисти и в акселярные лимфатические узлы слева. Больному провели истечение опухоли и лимфоденоктомию. Провели 4 курса иммунотерапии. И мы провели лучевую терапию на левую акселярную область. Позже скажу о показаниях к проведению лучевой терапии после лимфодисекции. И мы провели лучевую терапию на мягкие ткани левой кисти. Потому что по данным гистологического исследования было написано, что опухоль отстоит на расстоянии менее 1 мм от глубокого края резекции. То есть это показания к проведению лучевой терапии. Вам, наверное, не очень понятно, но это выполнена вот такая специальная еще маска. То есть на больного, на кисть наложена маска, наложен ткани, эквивалентный болюс для адекватной кожной дозы. И мы провели лечение. Все это было в октябре, в сентябре была операция. И вот на сегодняшний день этот больной без признаков прогрессирования. Мы надеемся, что так и дальше будет. Показания к проведению лучевой терапии после лимфодисекции. Частота регионарных рецидивов достаточно высока. У больных с экстракапсулярным распространением. Посмотрите, у 63% был зафиксирован рецидив. При поражении 4 и более лимфатических узлов 33-53% имели рецидивы в этих областях. Поражение шейных лимфатических узлов тоже половина больных имеют рецидивы. И поэтому, по данным наших рекомендаций, по данным мировых рекомендаций, показана лучевая терапия при поражении даже одного околоушного лимфатического узла во время лимфодисекции. При поражении 2 и более шейных или акселярных лимфоузлов, или если хотя бы один узел имеет размер более 3 см. При поражении 3 и более пахово-бедренных лимфоузлов, или при их размере хотя бы одного более 4 см. На сводной таблице мы с вами видим, что частота локальных рецидивов, конечно, выше в группе, в которых не проводилась лучевая терапия. 31 против 18. Выживаемость без локального рецидива. 87% в группе с лучевой терапией. Оксана Петровна, нужно говорить с микрофоном. 90% без лучевой терапии. 90% против 70%. Пожалуйста, убедительные данные о том, что больным нужно проводить послеоперационную лучевую терапию. Но, к сожалению, иногда и хирурги, и химиотерапевты забывают об этом. Хотела, я с глубоким уважением отношусь к хирургам. Я считаю, что это боги вообще в медицине. У меня мой папа работал хирургом, и я помню, какой он опустошенный, приходил после целого дня работы. Но зато какая радость была, когда все с больными было хорошо. С глубочайшим уважением отношусь к специалистам, которые занимаются лекарственной терапией. Потому что как вы, нельзя, наверное, микрофон, даже выговариваете все названия вот этих новых препаратов. Не говоря уже о том, что вы должны помнить все профили токсичности и понимать вот эту комбинацию, что с чем более эффективно. Но я вам хотела показать, что труд лучевого терапевта, тем более при современной 3D-конформной лучевой терапии, очень большой. И вы знаете, здесь от грамотности специалиста тоже зависит очень многое. Если поражено большое количество, например, шейных лимфатических узлов, к сожалению, забывают радиотерапевты брать в зону облучения околоушную область. А там туда тоже идет отток, и там может быть рецидив. При облучении подмышечной области, если большое количество было лимфоузлов поражено, мы обязаны брать в зону облучения сопредельные подключичные и надключичные зоны. На каждом срезе вот такие фиксирующие приспособления. На каждом срезе мы врисовываем все уровни, например, акселярных, подключичных, надключичных лимфатических узлов. И потом выбираем вот такую конформную программу лечения. Если вы видите, на каждом срезе мы врисовываем еще контуры обоих легких, контуры сердца, спинного мозга. То есть это большой труд для того, чтобы точно понимать дозовую нагрузку на все здоровые органы и ткани. И вот пример того, когда хирурги забыли о существовании смешных специалистов, нас радиотерапевтов. 50-летний больной, акральная меланома, состояние после удаления первичной опухоли, метастазы в лимфатические узлы левой акселярной области. Проведена акселярная лимфодисекция в 2018 году. По данным гистологического заключения поражено 6, мы с вами говорим, показания 2 и более лимфоузла. Поражены 6 лимфатических узлов с признаками экстракапсулярной инвазии. Хирурги не направляют на консультацию к лучевому терапевту. Лучевая терапия не назначалась. В 2019 году рецидивы в акселярной области еще иссякают дважды. Консультация лучевого терапевта не назначается. В 2020 году прогрессирование. Метастазы в легкие, лимфоузлы средостения. В акселярные лимфатические узлы. Конгломерат лимфатических узлов достигает 15 на 23 сантиметра. Пациент не может опускать руку в выраженный болевой синдром. И вот только здесь пациент обратился к нам в центр. И мы провели ему. Конечно, это уже палеотив сугубый. Но вы знаете, очень уменьшилась опухоль. Пациент этот погиб впоследствии. Я разговаривала с его женой. Но хотя бы это было без вот этого выраженного болевого синдрома. 35 грей за 5 фракций. Крупными мы шли фракциями по 7 грей. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Не забывайте о том, что после лимфодисекции показана лучевая терапия. К сожалению, больные доживают до метастазов отдаленных. У них появляются рецидивы опухоли. И здесь тоже лучевые терапевты. И наш метод лечения может принести свою значительную пользу. Для облегчения симптомов, если это палеотивная цель. И с лечебной целью при нерезиктабельных рецидивах опухоли или конгломератов метастатических лимфоузлов. И посмотрите, опять какой огромный в вариации схем лучевой терапии. То есть для каждого больного в его конкретной клинической ситуации можно подобрать режим лечения вплоть до... Вот очень нам нравится у пожилых пациенток, которые сложно им добираться к нам, которых нет мест на госпитализацию. 32 грей за 4 фракции, 8 грей раз в неделю. Уж дети точно могут привезти раз в неделю пациентку 8 грей. Очень хорошие результаты лечения. И, конечно, с проявлением ингибиторов иммунных контрольных точек клиническая траектория метастатической меланомы изменена. И, конечно, мы надеемся на обскопальный эффект при проведении иммунолучевой терапии. И каждый раз, когда мы говорим, давайте облучим этого больного и всегда друг на друга смотрим и говорим, а вдруг будет тот самый обскопальный эффект. Обскопус означает «в отдалении от мишени». И впервые этот термин был предложен британским радиобиологам еще 70 лет назад. И публикация была посвящена описанию нескольких случаев спонтанной регрессии многих опухолевых очагов после облучения только одного из них. Обскопальный эффект – редкое иммуноопосредованное явление, при котором локальная лучевая терапия вызывает регрессию метастатической опухоли вне поля облучения. Объясняется иммуностимулирующим эффектом лучевой терапии. По-видимому, лучевая терапия оптимизирует системный противоопухолевый иммунный ответ, который ранее был индуцированной иммунотерапией. Поэтому у больных с меланомой иммунотерапия вместе с лучевой терапией считается эффективной. Последовательности изучаются. Нет ни одного рандомизированного исследования, которое бы доказало, что вот эта последовательность самая правильная. И одно из первых сообщений об обскопальном эффекте у пациентов с меланомой было датировано 1975 годом. Наш пациент с Галиной Юрьевной. 52 лет, меланома кожи лба, состояние после исчечения в 2012 году. К сожалению, у него появились метастазы в левую околоушную слюнную железу в 2020 году. Хирургическое лечение. Посмотрите, какой быстрый продолженный рост опухоли уже через месяц после этого. Таргетная терапия проводится. Метастазы в легкие. Все равно продолженный рост опухоли в околоушной слюнной железе. Иммунотерапия с декабря 2020 года. Бурный продолженный рост опухоли в околоушной области. Выраженнейший болевой синдром. Отсутствие слуха с этой стороны. Болевой синдром очень был выражен. И мы его взяли крупными фракциями. Провели лучевую терапию. 6 Грей, 30 Грей на фоне иммунотерапии. Лечение было проведено с эффектом. Опухоль уменьшилась. Пациент продолжает занимать свой достаточно высокий пост. На работе ПЭТ-КТ в 2021 году через 10 месяцев после лечения низкий уровень радиофарм препарата накопления в резидуальной опухоли. И паренхима легких без патологических образований. Вот мы думаем, неужели это тот самый обскопальный эффект возник. И на сегодняшний день, апрель 2023 года, пациент живет без локальных рецидивов и без отдаленных метастазов. Конечно, иммунотерапия, Светлана Анатольевна. Но чтобы она была, чтобы она значила без шагающей рядом лучевой терапии. В лечении больных с метастатической меланомой. Все чаще мы используем СБРТ, стереотоксическое облучение тела, или еще ее аналог термин САБР, стереотоксическая облатимная радиотерапия. Конечно, мы любим облучать высокими дозами и точно-точно, вот прецизионно-точно. Именно для этого мы используем огромное количество фиксирующих приспособлений и современной технологии лучевой терапии. Что такое стереотоксическая радиотерапия? Это подведение очень высокой дозы, точно к очагу, за 1-5 фракций. Мы видим высокий градиент дозы в очаге и в окружающих нормальных тканях. Мы можем облучать очаги любой неправильной формы. Мы можем охлаждать спинной мозг, как критический орган. Костные метастазы. Они достаточно часто встречаются у больных. Вообще наших онкологических всех. И примерно 70% из них составляют метастазы в позвоночник. И здесь хирургическое вмешательство чаще всего является только таким вспомогательным методом, которое либо задняя ляминоктомия для декомпрессии спинного мозга, или вертебропластика. И лучевая терапия в лечении этих метастазов, конечно, играет ключевую роль. И, конечно, мы, опять же, повторяю, любим сейчас стереотоксически облучать этих больных. 93 пациента с метастазами в позвоночник были проанализированы в отчете онкологического центра о Memorial Sloan Kettering. Они лечились либо 18, либо 24 гре за одну фракцию. При медиане наблюдения 15 месяцев 90% больных достигнут локальный контроль. И было достоверно показано, что больные, которые получали 24 гре за фракцию, имели лучший местный контроль 95% против 80% для облучения меньшими дозами. И, конечно, мы этим больным используем максимальное количество фиксирующих приспособлений. Мы не всегда облучаем весь позвонок. Это может быть с латерализацией, мы выбираем зону облучения. И посмотрите, если вам видно, весь позвонок получает одну дозу. И вот мы физикам даем задание охлаждать спиной мозг. Как еще? Да. Меланома завершила. Лучевая терапия в лечении больных базально-клеточным и плоскоклеточным раком кожи. Тоже трехмодальный подход. И лучевая терапия очень привлекательный метод. Потому что в ряде случаев, когда хирургическое лечение принесет какие-то анатомические повреждения, а результаты лечения такие же, конечно, это может быть являться, мы, лучевая терапия, можем являться альтернативой хирургическому вмешательству. Практически как с меланомой. При невозможности выполнения сечения опухоли, при значительном объеме опухоли, при отказе больных от хирургического лечения, при расположении опухоли в таких зонах, когда хирургическое лечение приведет к неприемлемым для пациента косметическим или функциональным дефектам, приходит на помощь лучевая терапия. Не рекомендуется проводить лучевую терапию больным с генетическими заболеваниями связанными с повышенной радиочувствительностью. Синдром пигментной ксеродермии, базально-клеточный невус, синдром атаксии телеоангиоктазии, синдром горлина или синдром лифроумения. При плохо контролируемых заболеваниях соединительной ткани, склеродермия, системная красная волчанка, когда повышен риск развития фиброза, вот эти заболевания являются относительным противопоказанием к проведению лучевой терапии. Результаты лечения достаточно невысокие, но хорошие. И опять видите, как они от 25% до 83% до 90% варьируют, но результаты убедительные. Какие виды лучевой терапии применяются в лечении больных плоскоклеточным и базально-клеточным раком кожи? Близкофокусная рентгенотерапия очень широко представлена в онкологических диспансерах нашей страны, но мы должны помнить, конечно, она удобна. Программу рассчитывать не нужно, тубус приставил к зоне поражения, 100% кожная доза, но глубина проникновения всего 5-12 мм. Это, конечно, ограничивает. Электронная фотонная терапия дистанционная, брахитерапия низко- или высокомощностная. И каждый раз, как мы будем лечить пациента, зависит от размера опухоли, локализации, глубины инвазии, близости окружающих нормальных тканей, состояния пациента. Всегда мы должны учитывать предпочтение пациента. И, конечно, это зависит от возможностей лечебного учреждения. Конечно, я люблю нашу дистанционную лучевую терапию, потому что мы можем облучить опухоли достаточно крупных размеров, с достаточно глубокой инвазией. Мы видим, благодаря объемному планированию, что лежит рядышком, что мы можем случайно задеть и облучить, и все делаем для того, чтобы это не произошло. Мы используем фиксирующие приспособления, в отличие от близкофокусные, когда больная просто сидит в кресле. Всегда нужно использовать болюс вот такой ткани, эквивалентной, для того, чтобы была обеспечена высокая, адекватная кожная доза. Опять же, совершенно различное фракционирование может быть от классического за 6 недель лечения, за 7, до умеренного гипофракционирования. И даже вот это ультрагипофракционирование по 8 грей, например, за 5 фракций, 10 грей, 2 фракции в определенных ситуациях. Например, крупные опухоли с кровотечением, с распадом. Можно провести, это будет и кровоостанавливающая цель, и хорошая лечебная цель. Аккуратно гипофракционирование при переоральной, переорбитальной области. И, как ни странно, не рекомендуется, если опухоль в области голени, применять гипофракционирование, потому что там плохая воскулиризация и может быть длительное заживление. Напоминаю, что брахиотерапия не считается стандартным подходом в лечении этих опухолей кожи и может рассматриваться только у строго отобранной группы пациентов. Вот, например, 82-летний больной с плоскоклеточным раком кожи лба. Как мы можем этого больного лечить? Близкофокусная рентгенотерапия не подходит, потому что нет такого тубуса и глубина инвазии достаточно высокая. Электроны не очень хороши, потому что правый глаз здесь является органом риска. И больному была проведена дистанционная лучевая терапия с помощью методики ВИМАТ 55 ГРЭЙ за 20 фракций с очень хорошим эффектом. Еще один больной, плоскоклеточный рак кожи носа, 84 года, проведена стереотоксическая лучевая терапия фотонами, 9 ГРЭЙ два раза в неделю до суммарной дозы 45 ГРЭЙ. Вот этот больной через два года после лечения. Больная с базально-клеточным раком кожи. Рентгенотерапия невозможна из-за размера в опухоли. Два латеральных фотонных поля были выбраны, они не очень понравилась программа лечения. И ей была проведена поверхностная брахитерапия. Вот, к сожалению, такие больные у нас не редкость. Это больные после ожога в анамнезе электротравма. Хирургическое лечение было проведено, рецидив в 2020 году. Состояние больной в процессе терапии неволумабом. Прогрессирование и жалобы, естественно, на боли, распад опухоли, выделение из них, зловонный запах. И мы решились попробовать, обсудили ее на мультидисциплинарном консилиуме. Вот вы видите, тот самый болюс приложен обязательно на кожу больной. И мы взяли вот эти наиболее крупные в верхней части спины, эти очаги. Была выбрана программа с учетом болюса. Проведено 66 изогрей. Вот это состояние в процессе лучевой терапии, в процессе. И в конце курса лечения мы видим эпитализацию. И все-таки эффект виден точно. Еще одна пациентка, плоскоклеточный рак кожи. Аксения Петровна, время очень много. Хорошо. К сожалению, тогда я заканчиваю. Вот тоже вот такой эффект. И все тогда. Все? Не успеваю, к сожалению. Пару слов скажите еще в конце. Можно пробовать опцию висмодегиба в неоадиватном режиме для уменьшения крупных базально-клеточных опухолей, переводить к уменьшению размеров и потом проводить лучевую терапию. И, конечно, тоже есть показания к проведению облучения зон лимфооттока. Если это опухоли головы, которые располагаются в области головы, это высокий риск. Им всем показана лучевая терапия на область шеи. А тем более, если там есть увеличенные лимфатические узлы были. И хотела передать наилучшие пожелания от нашего дружного отделения радиотерапии. Продолжение следует...